Добрый день, дорогие товарищи. Я хочу представить информационную систему. Конечно, многие вещи перекликаются с тем, что уже сегодня рассказывалось на этом пленарном заседании. Это естественно, потому что основными разработчиками является отдел технологий спутника мониторинга. И многие вещи создавались такие, они унифицированы, и поэтому они подходят и для изучения сельхозугодий, и для изучения вулканов. Мы сейчас прекрасный, очень интересный доклад прослушали, и поэтому я постараюсь все-таки не повторять то, что вы уже видели, а просто немножечко покажу, в чем специфика вот этой нашей системы СИВСИ, которую мы кратко называем СТС. Именно для исследования морских акваторий. Значит, авторы доклада, я, Евгений Аркадьевич, и Марина Ивановна Митягина, и Иван Александрович Уваров, мы представляем, так называемый, 55-й отдел, это вот где мы с Мариной работаем, исследование Земли из космоса, и наши коллеги из отдела технологий спутникового мониторинга. Ну, эта система также начала разрабатываться в 2011 году, так же, как вот и предыдущая, посвященная вулканам. И сейчас она использует инфраструктуру и архивы данных, накопленные вот в ЦКП и кемониторинг, про которые Евгений Аркадьевич сегодня рассказывал, она основана вот на этой платформе Геосмис, разработанной в их отделе. При ее создании использовались средства, ну, помимо собственных институтских, средства различных грантов РФФИ, и многие работы, ну, в общем-то, ни одна работа теперь наша по исследованию океана не обходится без использования этой системы. Ну, хочется отметить, что получено свидетельство о государственной регистрации, вот называется эта программа для ИВМ. И здесь представлен адрес, по которому можно войти в эту систему. И если вы не зарегистрированный пользователь, то можно воспользоваться логином и паролем демо. Я вчера специально проверила. В общем, практически все возможности, которыми пользуемся мы, может пользоваться вот ученый, который войдет как демо с логином и пароль, за исключением очень небольшого числа, это там, может быть, не ко всем данным, я объясню, почему, будет допуск, и не все можно сохранить, результаты обработки. Значит, ну, теперь такие основные сведения о нашей системе. И эта система создавалась, в общем-то, по нашей просьбе, мы обратились в отдел технологий спутникового мониторинга, чтобы у нас была возможность работать со спутниковыми данными, которыми к этому году у нас накопилось огромное количество. Вообще, мы с Мариной Ивановной представляем лабораторию аэрокосмической радиолокации. И за время наших исследований в рамках многочисленных проектов, в первую очередь с Европейским космическим агентством, мы получили очень большое количество радиолокационных данных, с которыми уже трудно было работать, чтобы в полном объеме осмысливать ту информацию, которую мы получили. И вот в первую очередь мы хотели работать с радиолокационными данными, поэтому многие инструменты были сделаны именно специально для них. Ну и второе, как вы все прекрасно понимаете, потому что кто присутствует в данном зале, они все работают со спутниковой информацией. Если хочется какой-то процесс изучить с разных сторон, то, естественно, предпочтительнее использовать все доступные спутниковые данные, и как радиолокационные, так видимые, так и в ВК диапазоне. Все они имеют, большинство из них имеет разное пространственное разрешение, стандартными программами, которые нам предлагаются. Вот в частности, даже если новый этот пакет СНАП для обработки данных Сентинелла, они хорошо привязывают, но не так хорошо, что когда ты хочешь изучить процесс в развитии. И поэтому тоже многие инструменты, которые создавались для этой системы, были направлены именно на комплексное использование данных, чтобы была очень хорошая привязка, чтобы можно было работать с одним пространственным разрешением. И это, наверное, и для сельского хозяйства тоже важно, но вот для океана, где процессы происходят очень быстро, и вы можете уже больше никогда не увидеть этот процесс на следующий день, например, то это очень важно. И еще самое важное, что было для нас, это описание. Нужно было создать базу данных, процессов и явлений в океане, чтобы потом, если тебя интересуют, например, такие процессы, как вихри или внутренние волны в каком-то районе, в какой-то период, чтобы можно было не просматривать все по-новой, а просто получить именно те изображения, которые будут содержать эти явления. Вот это было самое главное для данной системы, и это было очень хорошо реализовано. Значит, какие архивы? Тут наверняка уже говорилось об этом. Ну, в чем как бы отличие единственное может быть? Это то, что мы перенесли в эту систему все наши архивные данные по радиолокации, это еще начиная с ЕРС-1, ЕРС-2, и Инвесата за период с 1995 года по 2012, когда Инвесат закончил свою работу. И сразу хочу сказать, хотя потом это еще покажу, у нас к тому времени в лаборатории все абсолютно радиолокационные данные были описаны. То есть вот на данном снимке мы видим, предположим, внутренние волны, ветровую тень. В общем, все-все-все было подробно описано. Если нефтяное пятно, то какой его размер, где оно находится, координаты. И все вот эти наши описания, это на самом деле, ну, кто работает, он представляет, что это вообще колоссальный труд был, и было бы очень жалко, если бы это пропало. Вот, и все это было перенесено в систему СТС. Ну, а сейчас, так же, как и во все остальные системы, которые входят в этот ЦКП и КИ-мониторинг, в автоматическом режиме поступают данные радиолокационные Sentinel-1, Sentinel-2 MSI, ну и так дальше. Все данные лансата, какие только возможно, и гиперспектрометр мы сейчас видели для Камчатки, и для наших задач тоже это было болезно. А в какое-то время, когда все активно занимались гиперспектрометрами, и на МКС стоял гиперспектрометр Хайка, то мы заключили контракт с Naval Research Laboratory, и получали, по нашему заказу снимали наши определенные районы, там в районе Севаша интересная картина на Каспийском море, и, в общем, смотрели, как можно использовать эти данные для наших задач. И хочется подчеркнуть, так же, как и остальные все системы, вот входящие в ЦКП и КИ-мониторинг, это СТС-открытая система, то есть если будут запущены новые спутники, и данные новых приборов будут открыты, то они будут тоже в автоматическом режиме поступать в эту систему. Ну, это вот если открыть картографический интерфейс, это каждый может сделать, если войдет в логином и паролем демо. Просто вот здесь вот я показала, что если вот вчера делала за последние три дня, там на автомате открываются контуры снимков, которые поступили с 11 по 14 ноября 2018 года, это данные радиолокатора, это оранжевенькие контуры, и фиолетовым данные, видим, диапазон высокого разрешения. Ну, конечно, высокое разрешение, это мы считаем, что высокое, есть, конечно, гораздо больше, но они не открытые. Это данные MSI, ALI и ETM+, на безоблачные дни, то есть с облачностью не более 10%. И вы видите, какое даже вот за три дня, какое колоссальное количество данных поступает в эту систему. То есть, если нас заинтересует какой-то район, которым мы раньше не занимались, или какие-то определенные данные, то мы для себя практически всегда можем найти в этой системе. Значит, ну вот я уже говорила про то, что мы включили абсолютно все описания, которые были сделаны до 2012 года, но в системе СТС предусмотрена возможность уже теперь не на бумажке писателя там где-то табличку свою составлять, а именно здесь каждый снимок, когда, значит, кто-то из нас просматривает радиолокационный, то мы, естественно, его описываем, чтобы потом вся эта информация вошла в базу данных явлений. И здесь огромный список явлений, которые мы подготовили. В общем, то, что могло бы наблюдаться на радиолокационном изображении, тут, естественно, вошло не все, но достаточно много. Здесь, может быть, конечно, это мелковато. Но, в общем, все явления на поверхности моря и в приводном зое слое атмосферы, вот в частности здесь хорошо видны проявления атмосферных внутренних волн, можно выбрать, написать, и это сохранится в базе данных. Но помимо этого, я прошу прощения, почему-то... Помимо этого есть возможность не только сохранять описание, например, мы что-то нашли, и потом хотим, вот по данным вещам, ну там, нефтяным загрязнением в данном случае, это естественные выходы углеводородов на поверхность, это так называемые сипы в юго-восточной части Черного моря. Если мы хотим потом составить карту, то, соответственно, как мы видели это и в предыдущем докладе, происходит такое оконтуривание, эти контуры тоже сохраняются в определенной базе данных, и дальше просто можно посмотреть, что же там было. Ну, вот здесь вот пример этого деления, вот как раз интересующих нас объектов, это у нас Каспийское море. Вот это нефтяные камни платформы, ну и вот здесь вот загрязнение, которое мы выделили, и, соответственно, все это описали, и в следующий раз, если мы захотим посмотреть, например, вот за данный период, или вообще там за много-много лет, мы потом составим вот что-то примерно вроде этого, разными цветами, там, возможно, разные процессы или там про разных метеоусловиях. Да, я еще не сказала, наверное, уже здесь говорилось, что во все эти системы еще поступает метеоинформация, которая обновляется шесть раз в день, и поэтому мы можем одновременно смотреть и какой ветер был, и другие параметры. Ну, для нас, например, в первую очередь, конечно, важен ветер, и мы можем смотреть, как все это распространялось в зависимости от ветровой ситуации. Ну, вот здесь вот это уже построение карт потом, когда это внутренние волны в Каспийском море, опять же, это за много лет сделано и выделены по нашим вот этим контурам, которые были занесены в специальную базу данных явлений. Вот как раз получить такую карту основных районов регулярных наблюдений внутренних волн в Каспийском море. Ну, и здесь уже говорилось, что активно используются данные, гиперспектральные данные. К сожалению, насколько я понимаю, сейчас их поступает все меньше и меньше, но в основном мы-то используем эту систему СТС для научных исследований, поэтому нам иногда бывает не так важно, что это происходило вчера или, в принципе, что могут дать данные гиперспектрометров. Ну, вот это озера в Крыму, и часть из них отстойников, часть залива Севаша, и вот строя вот эти соответствующие графики спектральной отражательной способности. Ну, кто работал с гиперспектрометрами, знает, что там больше 200 каналов, и как лучше вообще сделать РЖБ. Не очень понятно, чтобы выделить те явления, которые нас интересуют, но имея вот такую картину, в общем, гораздо проще справиться с такой задачей. Вот. Ещё одна задача, это, ну, так же было в предыдущем докладе, это использование инструмента классификации для разных задач. Ну, вот в частности, это у нас восточная часть Чёрного моря, это реки, так называемые грузинские реки, которые у нас в Аджарии там текут, и разные, как бы, акватории там подвергаются разным воздействиям. Где-то у нас очень много взвесей, где-то такие вот шлейфы только уже. То есть мы видим на спутниковых изображениях, а когда мы проводим эксперимент на море, мы можем даже вот эту часть не увидеть. Ну, это разносится, значит, взвесь, который выносится реками. И, как оказалось, вот эти процессы очень хорошо классифицируются даже. Там есть возможность с обучением и без обучения. Вот. Эта картинка сделана без обучения, то есть очень хорошо этот инструмент работает. И по нему дальше, например, мы оценивали, какие максимальные площади распространения. Вот этот вот район, красная область, это куда в основном выпадает вот эта тергинная взвесь. Ну, а зеленая — это вообще вся область прибрежной акватории, куда попадают воды, речные воды. Ну, иногда бывает, если я говорила, для гиперспектрометра нам было, в общем-то, не очень важно, когда были получены эти данные, но иногда возникает задача вот оперативная, в частности, определение нефтяного загрязнения, и куда это потом понесет, как влияет на распространение этого загрязнения, ветер, прибрежные течения, потому что на самом деле пока нет таких хороших моделей, которые описывали бы очень хорошо распространение нефтяных загрязнений, с учетом, если только там на них влияет помимо ветра и постоянных течений, там волнения, могут влиять еще другие мезомасштабные, субмезомасштабные процессы. И, в общем-то, предсказать бывает иногда очень сложно, и поэтому здесь, конечно, используется спутниковая информация. И сейчас, благодаря тому, что запущено очень большое количество спутников, спутников, вот в частности, вот так называемая семейка Синтененелка, когда у нас разница между данными, например, радиолокационными и МСАй, составляет 5 часов, потом вечерние 12 часов. Вот такой случай мы наблюдали на трех последовательных изображениях в Лионском заливе, вот здесь находится город Марсель, основной такой судоходный путь. И, на наше удивление, там постоянно наблюдаются нефтяные загрязнения. И вот это уже, это все сделано в системе СТС. И я еще раз повторяю, что только благодаря очень хорошей привязке, которая здесь, географической привязке, которая здесь сделана, и разные спутники, там восходящий, нисходящий виток. И вот здесь вот мы смогли пронаблюдать, как вот это нефтяное загрязнение распространялось, и было очень много интересного, потому что оно распространялось не по ветру, и, в общем, удалось даже восстановить, как здесь было течение, которое, естественно, не проявляется на радиолокационном изображении, как оно повлияло на распространение нефти. Ну и здесь, в этой системе СТС предусмотрена такая возможность совместного использования данных, когда вы просто вот в определенное место, так называемую корзину, кладете разные данные и можете, там управляя, вот здесь инструментами посмотреть, как меняется процесс, и вообще меняется ли он, скажем так, а потом уже делать какие-то оценки. Это два изображения цугов внутренних волн. Разница между этими изображениями там составляла порядка 18 минут. Это MSI и Али. Ну и вот, посмотрев, потом можно было... Так. Ну, куда-то пропало. Я прошу прощения, может быть, она... Да, куда-то пропало. Ну, в общем, можно было оценить... Можно было оценить, как движутся с какой скоростью различные цуги. Тут пересекающиеся пакеты внутренних волн, и, соответственно, можно было это посмотреть. Вторая оперативная такая вот задача возникла в прошлом году, в конце января-феврале прошлого года. Мы её решали совместно с сотрудниками Института океанологии, в частности, вот Андрея Геннадьевича Костянова, который здесь в зале находится. Это формирование ледяного покрова в Керченском проливе. Задача возникла совершенно случайно. Мы как бы льдом в этом районе не занимались раньше. И, как вы все прекрасно знаете, здесь построен Крымский мост. И вдруг мы поняли, что ситуация очень тяжёлая. Тогда ещё технологические опоры стояли, которые, как я понимаю, сейчас сняли. И с каждым днём ситуация становилась... Вот здесь вот 30-е января, это 11-е февраля, это 13-е февраля. С каждым днём ситуация становилась всё сложнее. И, в общем, вспоминая дела давно минувших дней, когда предыдущий мост через Керченский пролив был как раз разрушен, это в конце войны произошло, сразу после Ялтинской конференции, когда он был разрушен как раз льдом, то, в общем-то, надо было, конечно, пристально посмотреть, что здесь происходит. Но там ситуация меняется очень быстро. В общем, до катастрофы дела не дошло, потому что буквально через два дня лёд ушёл уже обратно в Азовское море. И захотелось, поскольку это, в общем, у нас для научных целей система разработана, захотелось посмотреть, что же происходило вообще за все года, вот когда у нас были спутниковые наблюдения, какая была там ледовая обстановка. И вот с помощью системы СТС это удалось сделать достаточно быстро, потому что все данные находились уже в системе. И вот это, например, данные 2014 года, когда, может быть, была самая сложная ситуация. Ну вот вы можете сравнить, что на самом деле Крымский мост, он являлся как бы такой дамбой, который не пропускал лёд. И это создавало, естественно, большую нагрузку на опоры. А вот в 2014 году, пока ещё моста не было, лёд проходил вдоль Крымского побережья. Ещё одна задача, которую нам хотелось бы уже, так сейчас скажем, решать с помощью системы СТС, это сопоставление данных синхронных контактных измерений, которые мы регулярно проводим с помощью различных океанографических приборов. Вот здесь вот мы пока ещё сами на спутниковое изображение наносим данные EDCP. Это прибор, который измеряет течение. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы это делалось прямо в системе. И поэтому, заканчивая, я скажу так, перспективы развития, что у нас анонсировано в докладе. И я думаю, что разработчики этой системы справятся с этой задачей. Значит, первое, что нам бы хотелось, у нас накоплен огромный архив уже данных контактных измерений, синхронных со спутниковым мониторингом, значит, чтобы они были интегрированы в эту систему, чтобы были созданы инструменты для совместной обработки. Потом, кто занимается океаном, знает, что на самом деле запущено большое количество буёв Арго. Правда, в тех морях, которыми мы занимаемся, Балтийским, Чёрным и Каспийским, практически нет. Но всё-таки вот у того района, который я показывала, где выносы грузинских рек, там есть два буя. И хотелось бы, чтобы данные с них поступали. Они немножко дрейфуют, и хотелось бы видеть, когда они подходят ближе всего к берегу, чтобы посмотреть совместно со спутниковыми изображениями выносов. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы вошли альтиметрические данные уже в эту систему, которые тоже накоплены очень большой архив, например, у наших коллег в геофизическом центре. Ну и в идеале я выделила красным, если для вулканов уже в их систему внедрена численная модель, то у нас этого нет. И если у кого есть такие модели, ну понятно, что, может быть, не саму модель, а результаты её использования, то мы с удовольствием бы вместе это сделали. Вот. Ну, вывод, на самом деле, тут много чего написано. Вывод самый главный – это то, что если мы хотим изучать пространственно-временную изменчивость процессов в морях, то это абсолютно невозможно, мы в этом убедились. Мы как-то сначала не очень активно использовали СТС, к этому надо, конечно, привыкнуть, к этому инструменту. Но сейчас вообще ни одна задача не решается без этой системы, потому что, как вы сами понимаете, скачивать огромные массивы данных самим, где-то их хранить, на них смотреть, обрабатывать, вспоминать, а где, когда мы что видели подобное – это абсолютно невозможно. И потом данные МСА, когда они занимают больше гигабайта, конечно, это можно делать только в этой системе. Ну и потом здесь удобный инструментарий, который очень помогает нам. Ну и в конце концов, благодарности. В первую очередь, конечно… Нет, наверное, это все-таки во вторую, но написано первым. Спасибо всем фондам, которые поддерживали разработку эту систему или поддерживают сейчас там ее модернизацию. Ну а первое, все-таки, конечно, мы хотим сказать спасибо нашим коллегам из отдела технологии спутников и мониторинга, потому что они, в общем, создали это и прислушиваются к нашим заявкам и делают все возможное, чтобы это выполнить. И в конце я хочу все-таки сказать еще спасибо магистрантам нашего факультета, который создан, новый факультет космических исследований в МГУ. И в прошлом году был первый набор. И в рамках вот тех лекций и семинаров, которые я проводила, они подготовили подробную инструкцию по работе с СТС. И мы вчера с Ваней Уваровым договорились, что мы выложим эту инструкцию. Если вы будете заходить и работать с СТС, то она вам очень поможет. Все, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вот вопросы. Чтобы работать по морю, нужно много чего помимо спутниковых изображений. В первую очередь метеоинформация, приводный ветер, измерения различные искать, как бы лёд, альтиметры. Совершенно верно. Значит, частично. Вот первый вопрос. Что из этого уже есть, чтобы можно было пользоваться? Если метеоданные, это желательно цифровые поля, вставил и сразу обработал. И второе, так сказать, собственные алгоритмы, как интегрировать эту систему, чтобы, потому что, ну или чужие алгоритмы, насколько это сложно. Ну вот по части алгоритмов, я думаю, что это мы к остальным савтором этого доклада. Да, я думаю, что всё-таки... Что сейчас есть уже? Нет, но есть первую... Из того, что вы перечислили, конечно, есть данные, метеоданные, но я не знаю, насколько насколько это в цифре или... Нет, это... Ну как? Не в цифре не бывает. Нет, ну в цифре, конечно. Но это инцепт, это, соответственно, данные реанализа и данные прогноза. И это, соответственно, все данные, непрерывная база с 2000 года. Если нужно, туда можно интегрировать, соответственно, сколько там есть, 50 лет. Вот. Проблемы особо нет. И есть возможности, ну стандартно там поля рисовать, профили строить, там так далее. Значит, по составу, ну вот всё, что есть в инцепте, там где-то две сотни параметров, наверное. Вот. Они не все выводятся, не все используются, но в базе они все присутствуют. Вот. По поводу интеграции как бы алгоритмов сторонних, мы потенциально готовы к этому вопросу, но, конечно, мы не вряд ли будем делать систему такую же, как, ну грубо говоря, где можно запускать свои алгоритмы, как в Google S-Engine или там в Амазоне. Вот. Но совместно вставить можно, конечно. Вопрос заключается в следующем. Вот только что был доклад Михаила Бурцева о системе НИЦ-Планета. Скажите, пожалуйста, полностью ли СТС покрывает все то, что делает НИЦ-Планета? Или есть какие-то НИЦ-Планета, те сервисы, которые в СИЦ-СИ не присутствуют? То есть, я конкретно, можно ли обойтись, меня даже не скачивание снимков, а обработка снимков интересует. Вот то самое, о чем мы говорили, получение информации самым коротким путем. о вихрях, о внутренних волнах и так далее. Вот НИЦ-Планета делает это или нет? Или там все-таки есть что-то, что в СИЦ-СИ не учтено? Спасибо. Нет, если говорить про анализ ситуации на морской поверхности, то СИЦ-СИ гораздо более продвинутая система, все, что есть в планете по этому направлению в нее интегрировано. Ну и плюс вот разные инструменты, там, описание явлений и так далее, и так далее. В этом смысле как раз это специализированная система морская, а в планете, конечно, гораздо больше инструментов по другим направлениям, которые, ну, метеорология, она все-таки, это не только море, поэтому... Спасибо.